Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. В столице Чувашии продолжается балетный фестиваль. В Ялте стартовал Международный экономический форум. В его работе принимает участие и представительная делегация Чувашии. Глава республики сегодня встретился с руководством полуострова, чтобы обсудить ход реализации соглашения о сотрудничестве. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. За Республику Крым план мероприятий подписывает глава Республики Крым, председатель Совета Министров Республики Крым Аксенов Сергей Валерьевич. Эти кадры были сняты три года назад. Чувашская делегация приехала в Крым, чтобы определить точки взаимодействия. Главы республик положили начало целому плану совместных мероприятий. Тогда только что вошедшему в состав России Крыму поддержка регионов была особенно необходима. Михаил Васильевичу огромная благодарность за все то, что делала Чувашская республика для Республики Крым. Моральная была поддержка, гуманитарная на протяжении всего этого периода переходного. Так что это тоже большое дело. Мы знаем, что Россия едина. И вот когда есть такая субъектовая поддержка от наших партнеров, поверьте, ничего не страшно. Личная дружба, личные контакты, они всегда способствуют продвижению любого проекта. Мы с Михаилом Васильевичем будем в контакте, отслеживать лично всю работу, которая ведется нашими министрами, помогать им, подталкивать. За прошедшие годы было сделано немало. На полях инвестиционного форума в Сочи главы регионов подписали очередной план взаимодействия на два года вперед. Для предприятий Республик документ открывает новые перспективы. Ваши предприятия, организации коммерческой деятельности к нам увеличили продажу в шесть раз. То есть товары в Республике Крым. Наши предприниматели увеличили, если динамики взять, пять раз. То есть динамика очень такая хорошая и баланс интереса здесь соблюдается. Энергосистема полуострова оснащена электротехникой из Чебоксара. Оборудование, выпускаемое одним из предприятий Чувашии, сейчас поставляют и для пищеблоков детских садов и школ Крыма. Товарооборот между регионами по итогам прошлого года превысил 350 миллионов рублей. По электротехнике, наверное, вы не из ведущих на сегодняшний день. То есть те, кто занимает лидирующие позиции по этому направлению. И сегодня практически в Республике создали центр сертификации на первом этапе. Министерство энергетики, Федеральное министерство промышленности тоже нам выделяет средства, участвует в федеральной программе. Тем самым мы хотим здесь занять нишу с учетом санкций, а не нам санкции, а мы должны показать. Мы сейчас конкурируем мировыми компаниями. Это Сименс, АПП, Шнайдер, Электрик. Отдельные у нас сейчас уже с нашими предпринимателями договариваются. Уже бизнесмены плотно общаются между собой. Спасибо вам за поддержку. Наши коллеги из правительства Республики Крым тоже чувствуют себя комфортно. То есть когда приезжают к вам, им доступ обеспечивается полной к любой информации. Налаживают связи и муниципалитеты регионов. Три года назад на Учебоксарской Феодосии стали побратимами. Заключены соглашения о партнерстве между Ядрином и Балаклавой, Батревой и Бакчисараем. В Крыму действует и крупная национально-культурная автономия Чувашей. Касаясь образовательной среды, касаясь медицины, касаясь культуры, спасибо большое. Наша национальная культурная автономия очень комфортно здесь чувствует. Вы постоянно там создаете тоже среду, чтобы они собирались там, показывали свои костюмы, свой язык. Главы регионов продолжат тесный диалог. Сейчас власти Крыма намерены изучить и внедрить передовые проекты, которые уже реализованы в Чувашии. Дмитрий Ковалев, Елена Гальперина и Андрей Спиридонов. Республика из Ялты. В общественной палате Чувашии прошло расширенное заседание. На нем наградили общественных наблюдателей, которые приняли активное участие в выборах президента России в марте этого года. Главная задача, которая стоит перед организаторами на выборах любого уровня – провести его в рамках закона и без нарушений. 18 марта на избирательных участках республики работали и независимые наблюдатели. Во всех муниципалитетах республики был не только сформирован корпус наблюдателей. Общественная палата также организовала для них обучающие семинары. Всего было подготовлено более двух тысяч человек. Наблюдатели следили за процедурой голосования, за подсчетом голосов избирателей и фиксировали нарушения. Оценку центра избиркома России. Поэтому считаем, что деятельность корпуса общественных наблюдателей, она способствовала этой работе. А сегодня мы вручили лучшие дипломы, отметили лучшие некоммерческие организации. Сам корпус общественных наблюдателей – это явление не разовое. А есть закон Российской Федерации, что это явление постоянное. И нам нужно, видимо, вот этот корпус, он, естественно, не будет постоянным, он будет обновляться. И наша задача – как можно больше вовлекать в эту деятельность гражданских активистов. То есть, чтобы люди видели, значит, результаты своей работы. И чтобы у граждан, значит, Российской Федерации, проживающих на территории Чувашской республики, не было никаких сомнений в легитимности проводимых мероприятий. В Чебоксарах идет конкурсный отбор в молодежное правительство города. Вакантные места ждут инициативную молодежь. Как можно напрямую повлиять на судьбу города в нашем следующем сюжете? Из 40 прошедших предварительный этап кандидатов будет отобран 21. Шансы при таком соотношении достаточно оптимистичные. Тем не менее, все ребята очень волнуются, ведь конкуренция очень серьезная. Сегодня здесь собрались самые активные представители молодежи столицы. На самом деле мы видим то, что и при формировании молодежного кадрового резерва при администрации, и при формировании молодежного правительства мы видим, что интерес молодежи к участию в жизни города, участие в социальных проектов, городских социальных проектов, она возрастает. То есть, есть интерес принимать активное участие, создавать новые проекты. Дарья Курносова, так же, как и все конкурсанты, когда-то проходила собеседование в этом кабинете. С начала студенчества и по сей день она занимается молодежной политикой, только теперь уже в другом статусе. Дарья, благодаря своим стараниям, стала госслужащим в этом же отделе администрации города. В молодежное правительство я попала, когда училась в университете у себя в Чебоксарском филиале Ранхикс. Вообще, я училась на направлении государственного муниципального управления. И этот выбор, пойти в молодежное правительство, именно был продиктован выбором моей профессии. У каждого из кандидатов свои идеи, которые они хотят реализовать. Главный критерий при выборе проекта – общественная польза, которую он будет приносить. Целью моей была и остается эта пропаганда здорового образа жизни и спортивного образа жизни. Потому что мне кажется, что зарядки в нашем городе проводятся много. И думаю, что благодаря нам они будут проводиться еще больше. И самое главное, о чем я сегодня по возможности обязательно скажу – это о поддержке людей с ограниченными возможностями. У всех ребят есть амбиции. И это здоровое явление. Главное, чтобы они были направлены на благо горожан. Алексей Табинов, Борис Андреев, Республика. В этом учебном году пять столичных школ ввели факультатив по основам финансовой грамотности учащихся. Что дают эти занятия и чему научились школьники? На одном из уроков побывала Юлия Важенина. Как заработать на жизнь? Этим вопросом задается большая половина россиян. А учащиеся 48-й столичной школы знают ответ. За 45 минут урока ученики прямо как в игре «Монополия» продавали и покупали ресурсы, а также товары и услуги. Задача была понять, какие отношения складываются между домашними хозяйствами и бизнес-фирмами на рынке. Итак, какие виды ресурсов существуют? Три типа. Обязательно в эту игру включаются и государства. То есть они должны понять взаимоотношения между тремя субъектами экономики. Игра – самый лучший способ закрепить материал, когда ты не просто слушаешь, но и сам принимаешь участие, схватываешь просто на лету. Эта игра на самом деле помогла мне понять принципы работы и производства товаров и услуг. И теперь в следующий раз, если я захочу стать бизнес-леди, я вспомню эту игру. А заниматься бизнесом Таня планирует в сфере энергетики. Кстати, по итогам деловой игры каждый участник точно знал ответ на главный вопрос. Чтобы заработать на жизнь, нужно заняться бизнесом или инвестировать в каким-нибудь компаниям. Факультатив по основам финансовой грамотности в этом году ввели в пяти школах Чуваши. Им только на учебные пособия из республиканского бюджета выделили более 10 миллионов рублей. Мы считаем, что такой предмет нужен во всех школах. Мы участвуем в этом проекте уже не один год. В рамках этого проекта проводятся занятия, проводятся встречи с представителями банков. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика. Уроки волонтерства. Как начиналась история добровольцев и кто они такие? Сотрудники Государственного архива современной истории Чуваши расскажут об этом всем желающим. Вы были тимуровцем? Лет 30 назад этот вопрос, заданный школьнику, вызвал бы недоумение. Тимуровцами были практически все ребята Советского Союза. А началось все в 1940 году с повести Гайдара Тимура и его команда. Сразу после выхода первого тиража во всех городах СССР, как грибы после дождя, начали появляться отряды тимуровцев. Бывало даже такое, что в одном небольшом селении было по два, а то и по три отряда. И они даже боролись за добрые дела. Тважды рубили одни и те же дрова, трижды подметали двор или полоскали белье. Были тимуровцы и в Чувашии. Наиболее интересным моментом тимуровского движения в Чувашии можно обозначить то, что зарождение тимуровского движения с 1969 года прошло благодаря газете чувашских пионеров «Пионер Сосы», что переводится как «Клич пионера». Пионеры же, в свою очередь, активно помогали вернувшимся с фронта военным, помогали раненым, брали шества над семьями. В своих подшествных семьях они выполняли самую разнообразную работу. Первый урок волонтерства организаторы совместили с уже традиционной акцией «Ночь в архиве». К этому дню мы подготовили тематический урок «Тимуровское движение в Чувашии». Также была приурочена викторина, и мы продемонстрировали различные фотоальбомы, посвященные тимуровскому движению. Узнать еще больше о тимуровском движении в Чувашии все желающие могут в читальном зале архива. Для этого нужно лишь предварительно позвонить или отправить заявку на электронную почту. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. Объять необъятное возможно. Курс краткой истории и культуры чувашского народа можно пройти всего за пару часов. В культурно-выставочном центре «Радуга» открылась необычная выставка. Чем она увлекла студентов из Поднебесной, рассказывает наш корреспондент Мальвина Петрова. Для выражения мысли китайцам порой достаточно одного-двух иероглифов. Точно так же мастера чувашской вышивки, используя определенный цвет и орнамент, могли выразить определенную информацию. Народной мудрости зашифрован в таких костюмах и полотнах могли бы позаведовать даже китайские философы. Правда? Правда. В 2015 году, это когда я первый раз приехала в Чувашию, познакомилась с чувашской вышивкой. Нам подарили такой-то шарф, именно чувашская вышивка. Но сразу я полюбила, потому что на вышивку это красный свет. Потому что красный свет в Китае – это значит символ вся, вся радость. Но сегодня мы слышали такую-то сказку, но это еще общее, потому что наша вышивка тоже связывается со сказками. Сказки и легенды основываются на мировоззрении народа. Чуваши же верили в природные силы и в неразрывную связь с предками. Это у нас космос, это небосвод, это уже наша земля, вот мы сейчас живем в этом состоянии. И вот эти яркоч, тоже солнышко поставили тут, два узора, и столбы, на которых держится земля. А вот это вот по низу, это уже как бы наши предки. Не изменяя философии своих мам и бабушек, такие известные мастера, как Екатерина Ефремова, Мария Симакова, Анастасия Андреева, Татьяна Петрова создавали уже свои неповторимые коллекции. Каждая вышивальщица, она изучала орнамент, собирала, анализировала и потом воплощала в своем творчестве. И что самое важное, здесь нет искажений классической, чувашской, народной культуры. Оригинальный материал, когда-то служивший и оберегом, и носителем персональных данных своего хозяина, сегодня для большинства как китайская письменность. Мало кому понятно. Тем и интересно. Любознателям, дизайнерам, как, например, студентам Чувашского педауниверситета, здесь есть что почерпнуть. Мальвина Петрова, Андрей Шоклев, Республика. В столице Чувашии продолжается балетный фестиваль. В эти минуты на сцене театра оперы и балета выступает уникальный московский коллектив Государственный академический театр классического балета Касаткиной и Василева. Артисты покажут две постановки – «Весна священная» и «Жар птица». Об изюминках балета на пресс-конференции с журналистами московские гости рассказали, как они работали над этими постановками. Оригинальные версии великих классических балетов, уникальные исторические реконструкции и необычные современные произведения. Именно это отличает московский классический балет от других. Театр ведет свою историю с 1966 года. За это время поставлено множество современных балетных спектаклей и реставрировано большое количество классических номеров. Чебоксары артисты привезли два одноактных балета – «Стравинского», «Весна священная» и «Жар птица». К сожалению, мы сейчас приехали и работаем у вас без оркестра, но надеюсь, что когда-нибудь мы и этот вопрос решим, потому что мы в некоторых городах, куда приезжаем, сотрудничаем с местными оркестрами. Получаются очень интересные постановки. В «Жар птица» много световых и сценических эффектов. Красивая волшебная сказка должна понравиться и детям, и взрослым. Этот балет нам передавала наша прима-балерина, наша ведущая солистка Екатерина Березина, на которую спектакль был поставлен изначально. И когда передается из первых рук, как мы говорим, иногда из ног в ноги, ну, как бы лучше, я не знаю, что может быть. «Очень много интересной пластики, которую мы в процессе подготовки сочетаем с нашим классическим репертуаром. И это абсолютно разная пластика. Она нас в каком-то смысле раскрепощает, как бы дает нам что-то новое для исполнения потом классических партий». Еще одна постановка, которую сегодня увидит чебоксарский зритель – балет Стравинского «Весна священная». Именно эта постановка принесла Наталье Касаткиной и Владимиру Василеву всемирную известность. Они были первыми, кто после 1917 года дерзнул поставить в нашей стране балет на музыку запрещенного тогда композитора. Мне бы хотелось, чтобы зрители, которые пришли на спектакль в этом произведении, может быть, в моем исполнении, увидели музыку и услышали танец. Каждый спектакль, он заставляет тебя думать, заставляет тебя погружаться в эту историю. И она, с одной стороны, из раза в раз, ты стремишься к каким-то задачам техническим, но смыслы и эмоции всегда иные. Эти спектакли любимы не одним поколением зрителей. Они давно стали своеобразной хореографической классикой. «Для детей нужно играть так же, как для взрослых, только еще лучше». Эту крылатую фразу именитого режиссера Станиславского помнят все актеры Тюза имени Михаила Сеспиля. Вчера в этом храме Мельпомены отметили уже 85-й день рождения. Подробности у Алексея Табинова. Первым спектаклем, который представил коллектив театра, стал молодой пласт по пьесе Леонида Бочина. Выступление состоялось 3 апреля 1933 года. Основателями театра были Эдвин Фертак и Маргарита Фигнер, ленинградские режиссеры, педагоги и воспитатели будущего театрального коллектива. Нынешний директор Елена Николаева считает, что лучшие годы театра еще впереди. Для человек 85 лет кажется, что солидный период. Для театра только, наверное, рассвет. Планы у нас большие. Мы в этом году собираемся выезжать на гастроли в Ульяновскую область. Это у нас грантовая система, грантовый проект. Мы собираемся ставить грант главы Чувашской республики. Называется Азамлавы на чувашском языке. В этом году театр празднует не только 85-летие. Год назад труппа въехала в новое здание, и это также сказалось на работе коллектива. Появились новые направления творчества, реализуются амбициозные проекты. С обретения нового здания началась новая веха в истории ТЮЗа. Алексей Табинов, Республика. На этом у нас все. Хороших вам выходных. До свидания.